Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы начать с такого позитивного момента, просто показать, как, слава богу, реагируют регионы на нашу позицию как референсного и экспертного центра в лечении этих пациентов, и как мы оперативно реагируем на обращения. Буквально среда, на этой неделе, в середине дня, звонок из одного из крупных городов Северо-Запада о том, что имеется молодой пациент с заблешенными образованиями, с интактными яичками, с повышенным уровнем маркера, и можем ли мы принять этого пациента. Мы его принимаем в четверг, в пятницу мы уже начинаем химиотерапию по жизненным показаниям, предварительно выполнив процедуру калиоконсервации, потому что у пациента нет детей, и он планирует их в будущем. То есть, на самом деле, в пределах одного-двух дней эту проблему мы можем решить. Поэтому мы абсолютно открыты, и еще раз призываем именно этим активно пользоваться. Ну и перейдем к возможностям химиотерапии. Конечно, уже мы отмечали в предыдущих докладах, уважаемые директоры отмечали, что только первая стадия семеномной и несеменомной опухоли, и то не всегда при благоприятных факторах прогноза, может быть, эти пациенты могут быть кандидатами для непроведения системного лечения. Во всех остальных случаях, начиная со второй стадии, с первой S-стадии, пациенты и семеномными, и несеменомными опухолями принадлежат проведению системного лечения. И, в принципе, именно этот метод является превалирующим и основным в лечении данных пациентов. И, к счастью, особенностями этих опухолей является очень высокая чувствительность к химиотерапии. Это связано с тем, что для них характерна низкая частота мутаций, отсутствие выраженной внутриопухолевой гетерогенности и сохранение в опухоли активных механизмов апоптозы. И, в принципе, первые две позиции, они, наверное, отвечают на вопрос, почему эти опухоли не оказались чувствительными к методам воздействия ингибиторов иммунных точек контроля. Потому что мутации в этих опухолях мало. И если с помощью химиопрепаратов, которые уже, опять же, известны, и сейчас мы о них будем говорить, мы повреждаем этот клон, других клонов практически нет, мы можем обеспечить практически с высокой вероятностью излечение этих пациентов. Но, опять же, не нужно забывать, что опухоли относятся к агрессивным опухолям. И, в частности, здесь вот наше клиническое наблюдение уже шестилетней давности. Намедленно мы не обновляем некоторые клинические наблюдения, чтобы показать, что даже в таких тяжелых ситуациях длительность наблюдения, вот уже там 5-6 лет, эти пациенты многие живы. То есть даже в таких вот, казалось бы, запущенных случаях мы можем достичь выраженного клинического эффекта. Здесь говорит данная презентация о том, как быстро могут прогрессировать данные опухоли. Не прошло и 9 дней, и мы видим выраженное увеличение конгломератов внутригрудных лимфатических узлов, поражение легких. То есть здесь, конечно же, при подозрении, при выявлении этого заболевания нужно начинать системное лечение максимально быстро. И основные принципы химиотерапии, тоже уже о них мы начали говорить, это высокая дозовая интенсивность химиотерапии, необходимость начала очередных циклов химиотерапии строго через 3 недели, на 22-й день от начала цикла. При нетерапении допустимой четвертой степени, при термоцитопении первой степени 75 тысяч в литре, эти параметры уже просто абсолютно допускают проведение очередного цикла. Безусловно, недопустима замена препаратов, замена цисплотина на коробку плотина без необходимости или какие-либо другие особенности, которые могут быть. Потому что это все, к сожалению, приводит к значительной потере эффекта. И необходимо контролировать уровни маркеров, потому что один из основных параметров критериев эффективности лечения – это именно динамика маркера, поэтому у пациентов с изначально повышенным уровнем маркера это наиболее удобно. Мы каждый раз до начала очередного цикла уже знаем, какой есть эффект. То есть мы можем не выполнять даже инструментальные методы обследования в ряде случаев. Колонные стимулирующие факторы только по показаниям, в том случае, если мы лечим серьезные осложнения гематологические. И это те редкие опухоли, для которых допустимо проведение химиотерапии по жизненным показаниям без морфологической верификации диагноза. И опять же, возвращаясь к нашему пациенту, который поступил в четверг, биопсия выполнена впервые у нас в четверг в институте этого заболюшенного образования, но ответ мы получим не раньше понедельника-вторника, а пациент по жизненным показаниям без морфологической верификации диагноза, основываясь на клиника леготической картине и повышение уровня маркеров уже получает химиотерапию. То есть здесь, на самом деле, счет идет на дни для этого пациента. И поэтому, безусловно, все эти факторы могут быть выполнены только в специализированных центрах, поэтому еще раз важность именно незанятия самолечением, наверное, что в этой ситуации зачастую мы так можем об этом сказать, нужно этот фактор обязательно учитывать. Потому что, на самом деле, вот те параметры, которые отметила Аслан Тольна, особенности, скажем так, условные особенности проведения химиотерапии в других центрах и других учреждениях, все что угодно может быть. Может быть не 6, может быть 12 циклов, может быть 18 циклов химиотерапии, могут быть интервалы между циклами не 21 день, а 30 дней, 36 дней, 46 дней, нет предела. Поэтому это все, к сожалению, приводит к рискому ухудшению прогноза для жизни этих молодых пациентов. Ну и позднее начало противопухолевого лечения, к сожалению, это беда, с которой мы часто встречаемся. Здесь такой классический случай позднего распознавания опухолей и, соответственно, позднего лечения, которое привело, к сожалению, к гибели этого пациента. Молодой мужчина с большими опухолевыми образованиями, в основном локализующимися в забрюшинном пространстве. Также напомню, что даже если мы не видим поражение яичек, но видим забрюшинное образование, видим внутригрудные увеличенные лимфатические узлы или опухолевые массы, обязательно у пациентов, особенно молодого возраста, это до 45 лет, до 50 лет, необходимо выполнить оценку уровня маркеров альфатопротеина, бета-ХГЧ, ЛДГ, поскольку часто это могут быть внегонадные локализации герногенных опухолей. Здесь также картина, которую мы видим здесь, попытка функционной биопсии, подозрение на мягкотканную опухоль и огромный объем оперативного вмешательства, удаление опухоли, которая была более 20 см в размерах, удаление левой почки, протезирование брюшного отдела орты и гистологическое исследование герногенная несеменомная опухоль яичка, герногенная несеменомная карцинома, опухоль желточного мешка. И только после этого выполнили УЗИ, мошонки, и после этого обнаружили образование в левом яичке. Только после этого выполнили контроль уровня онкомаркеров, которые оказались высокими. То есть, в принципе, этот диагноз можно было поставить еще до выполнения такого объема хирургического вмешательства. И, к сожалению, у этого пациента предшествующая операция, многократные гемотрансфузии, они привели к повреждению функции почек, к снижению клиренса калитинина, практически отсутствию функционирования почек, и пациент погиб, мы не смогли ему провести адекватного лечения. Неправильное стадирование, определение прогноза, тоже уже уважаемые лекторы упоминали о том, что это крайне важно, поскольку именно на точном установлении стадии базируется дальнейшее лечение, количество циклов, дальнейшее введение пациентов, этапы хирургического вмешательства и так далее. И для стадирования, безусловно, обязательно не только определение размеров первичной опухоли, забрюшенных лимфатических узлов категории N, отдаленных метастазов, но и категория S, это повышение сыроточных маркеров, потому что это на самом деле высоко подгномоничный компонент диагноза, который помогает нам в дальнейшем и оценивать динамику процесса, и, как я еще раз говорила, правильно стадировать. И на самом деле мы видим те группы, на которые, прогноз практически, на которые разделяются эти опухоли. Для семеномных опухолей нет группы плохого прогноза, только благоприятный и промежуточный. Еще раз говорю о том, что потенциал излечения этих опухолей крайне высокий, то есть даже уже изначально, даже при таком распространении с поражением вне легочных метастазами, поражением головного мозга, для семеном все равно это группа только промежуточного прогноза. Поэтому выживаемость, мы видим, для группы хорошего прогноза достигает практически 100%, при промежуточном прогнозе пятилетняя выживаемость 80%, даже при плохом прогнозе половина больных живет 5 и более лет. Поэтому, разумеется, за этих больных нужно сражаться. Сывороточные маркеры, здесь еще раз указаны нормы, это альфа-фитопротеин, бета-субединица ХГЧ и лактат для гидрогеназа. Напомню также, что если мы гистологически устанавливаем диагноз семеном на опухоли, но при этом имеется повышение уровня альфа-фитопротеина и уровня бета-ХГЧ, более тысячи единиц, то получается в этой опухоли имеются элементы несеменомной опухоли. И прогноз более неблагоприятный у этих пациентов, и лечение они должны получать по стандартам терапии несеменомных опухолей. Поэтому, то есть, нюансы их обязательно нужно помнить. Ошибки при интерпретации маркеров, конечно же, могут быть. Различные могут быть причины повышения тех или других онкомаркеров. Поэтому нужно помнить, что их первую оценку нужно определять после орхофониклоктомии. То есть, стадировать не учитывая повышение маркеров до операции, а после операции. И с учетом периода полураспада этих маркеров для альфа-фитопротеина это семь дней, для бета-ХГЧ два дня. И мы должны сделать несколько точек определения. Мы должны дождаться выхода уровня маркеров на плато. И именно этот уровень маркера будет учитываться для определения категории С. Еще раз напомню, что здесь высоко подагномоничные характеристики. Поэтому, если мы видим однозначное повышение альфа-фитопротеина, бета-ХГЧ, то по жизненным показаниям, при наличии других симптомов, при наличии поражений заблевшенных лимфоузлов, вестеральных органов, мы даже без верификации диагноза по жизненным показаниям можем начинать лечение. Здесь одно из наших наблюдений. Выраженное распространение опухоли, несимномная опухоль правого яичка с поражением всех групп заблевшенных, средостенных, анключитных лимфатических узлов, легких, левосторонний плеврит, также длительный анамнез, определенная картина с однозначной опухолью яичка, довольно больших размеров и выраженное повышение уровня маркеров. Этот пациент довольно длительно не обращался по ряду характерологических особенностей, потом определенное время находился в городских учреждениях, но в этой ситуации настолько однозначная картина, что, конечно же, все основания для начала химиотерапии в расщепленных дозах по жизненным показаниям у этого пациента были. Поэтому была выполнена пункционная биопсия онкогольная анключитного лимфоузла, абсолютно такая быстрая процедура, которая никак не отложила начало лечения, и буквально в день госпитализации пациенту было начато лечение. Несоблюдение стандартов лекарственного лечения – это, безусловно, камень плеткновения. Мы уже говорили, какие особенности бывают в различных учреждениях. И здесь еще раз просто указывается, что только для первой стадии семеномных и несеменомных опухолей допустимо наблюдение, очень активное наблюдение, то есть пациент должен быть ориентирован, мотивирован, он должен являться на определенные визиты довольно часто в центр для исключения возможности пропуска, возможного рецидива, потому что при первой стадии до 10% больных прогрессирует в течение первых 5 лет. И уже для первой стадии, то есть если имеется первая стадия, но с повышенным уровнем маркера, с персистенцией маркеров, это уже полноценное лечение системное по всем принципам такой большой, скажем так, химиотерапии. Ну а большинство пациентов вообще имеет просто распространенный процесс, начиная со второй С, третья стадия – это уже больные, которые подлежат системному лечению, то есть режимы БЭП или ЕП, они в этой ситуации подводятся. И как раз таки стадия, она определяет количество циклов лечения, напомню, что эти стадии диагностируются при поражении забрюшенных лимфоузлов и при поражении отдаленных органов. Причем на самом деле могут поражаться и такие нечастые зоны поражения, кости, головной мозг, то есть все эти зоны желательно необходимо учитывать. И если имеется поражение забрюшенных лимфоузлов больше 5 см, то это уже риск венозных тромбозов, поэтому лечение у тех пациентов уже проводится на фоне профилактики тромболических осложнений. Если большая опухолевая нагрузка, высокая скорость полиферации, то синдром распада опухоли часто у этих пациентов присутствует, поэтому профилактика и сопутствующее лечение этого синдрома тоже должно быть. Именно это требует проведения лечения в высокоспециализированных центрах. Это режимы, о которых мы говорили, режим БЭП, режим ЕП. Панель экспертов инсессиена рекомендует проведение ЕП, оба режима считаются предпочтительными. ЕП можно использовать при снижении функции почек, при возрасте пациента старше 50 лет и при отсутствии неблагоприятных факторов прогноза. Ну и также в тех случаях, когда имеется или изначальное поражение легочной ткани, или, например, на фоне лечения развилось осложнение, часто такой блеомициновый пульмонит, это уже наше наблюдение. Конечно, в этой ситуации мы уже блеомицин на последующие циклы не применяем и проводим уже режим ЕП. Здесь количество циклов, еще раз, еще раз говорю, что сделают рекомендации, я их обновила, это 2019 год, но если мы посмотрели в 2018 год, 2017 год практически то же самое. То есть эти рекомендации уже известны несколько лет и до сих пор удивляют, что, к сожалению, не все центры им следуют. Если мы проводим при благоприятном прогнозе количество циклов, достигаем того или другого эффекта. Если мы проводим при промежуточном риске, проводим определенное количество циклов и также достигаем эффект, излечиваем 8% пациентов. Если мы имеем плохой риск, это стадия 3С для несемном опухоли, мы также излечиваем половину пациентов. Поэтому строгое исследование алгоритмам – это обязательное условие вероятного большого уровня эффекта. Здесь также наше наблюдение. Май 2012 года, это пациент, наша гордость, потому что этот пациент даже имеет ребенка, которого мы записываем на свой счет, у пациента, как обычно, перед майским праздником врачения 2012 год, крайне тяжелое состояние пациента с еленем кровохарканья, остыни, потери веса, выраженные слабости, начало химиотерапии в расщепленных дозах, в малых дозах и выраженный клинический эффект, который продолжается уже на протяжении 84,5 месяцев, то есть более 6 лет. На самом деле у пациента была выполнена процедура калиокорнсервация спермы, и 2 года назад у пациента родился ребенок. Здесь как раз-таки еще раз напоминание о том, что мы можем начинать химиотерапию при ряде ограничений, при неполном восстановлении костно-мозгового кровотворения. Это допускается, то, что у нас есть в арсенале и колоннестимулирующие факторы, если будет необходимо. И очень часто жизнь показывает, что первый цикл, как правило, проходит более тяжело, с большей генетологической токсичностью, с инфекционными осложнениями, а второй и последующие они уже проходят более благоприятно. При тяжелом состоянии пациента, если риск распада опухоли, кровотечения, мы редуцируем дозы, дробно вводим препараты. Этот цикл на самом деле рассчитываем как нулевой, или в англоязычном ресторане baby cycle описывают. Мы его не засчитываем как состоявшийся, и при нормализации состояния пациента мы уже начинаем отсчет нужного количества циклов. Обычно там 2, 3, 4, столько, сколько указано в рекомендациях. Мы их, конечно, не придумываем сами. И тоже наше клиническое наблюдение. Пациент в крайне тяжелом состоянии, с компрессией левого легкого, с огромным образованием в гемитораксе, с множественным поражением обоих легких, с плевритом. Данная картина. Неоднократно ему эвакуировали плеврит. Он находился в реанимации в одном из городских учреждений. И также в расщепленных дозах начала лечения. Здесь от февраль 2014 года пациент жив до настоящего времени, более 5 лет. Хотя состояние его было, конечно же, крайне тяжелое. Также особенности модификации доз при почечной остаточности. Безусловно, до начала химиотерапии, если имеются признаки сдавления опухолем, конгломератом мочеточников, нарушения оттока мочи, мы должны разгрузить почки. При клиренсе кариатинина более 40, 100% доза сплотина. При меньшем клиренсе кариатинина, панель инсициент рекомендует заменить даже на короплатин и потом вернуться к сплотину. Ну, в принципе, у нас, как мы обходились, мы не заменяли кароплатин даже и в этой ситуации. Здесь как раз-таки то наблюдение, о котором я говорила. Жизненные показания без морфологической верификации диагноза. Разделение дозы, обычно не на 5 дней, как мы обычно вводим, в течение 10 суток. И после первого цикла химиотерапии выраженный эффект, который позволил нам в дальнейшем уже вернуться к стандартному подведению дозы. При рецидивах, к сожалению, они бывают и, безусловно, требуют лечения, поскольку вероятность получения эффекта очень высока и в этой ситуации. Группа прогноза, благоприятный, неблагоприятный, зависит опять же от локализации первичного эпоха или от уровня маркера, от достижения полного эффекта на фоне первой линии. Выбор химиотерапии. Как правило, это режимы с включением ифосфамида. Режим ТИП наиболее часто используется. И особенно в зарубежной практике рекомендуется высокодозная химиотерапия уже на этом этапе. В частности, это клиническое исследование Тайгер, где как раз сравниваются стандартные режимы и высокодозные. До сих пор продолжается и до сих пор набор пациентов проводится. И даже в этой ситуации излечение у большого количества пациентов возможно. Режимы предпочтительно, безусловно, клинические исследования. К сожалению, их не так уж и много проводится. Для этой категории пациентов их все-таки мало. Режимы ТИП или ВИИП с венбластином и высокодозная химиотерапия с тем же этапозидом и ифосфамидом. Здесь режимы еще раз предказаны. И при последующем рецидиве также в стандарты входят уже и третья линия терапии. Это также, если не было высокодозной химиотерапии на втором этапе, то возможно при третьей линии терапии ее попробовать провести при отсутствии противопоказаний. И режимы с включением, как правило, гемонстабина, поклитоксела, оксалиоплотина, этапозида. Здесь уже указано при наличии микрострелитной нестабильности использование пембролизумаба, в частности. В этом исследовании было всего 12 больных с гермогидными опухолями и только у двух была стабилизация. То есть, конечно же, это не те эффекты, которые мы хотели бы получить. Здесь как раз пациент, о котором я начала говорить с выраженным поражением гемиторакса в основном, этот пациент получил три линии терапии, потому что действительно не нужно отчаиваться на неуспехи первой линии, и вторая линия, и третья линия гемокс, о которой мы говорим, хирургическое лечение. И уже более 40 месяцев, то есть с января 2016 года по настоящее время пациент находится под наблюдением в удовлетворительном состоянии. Также очень важно интерпретировать правильно данные гистологического исследования, которые мы получаем после удаления резидуальных масс, то, о чем мы уже начали говорить. Данный пациент с выраженным эффектом первой линии терапии, следующий этап – это удаление резидуальных масс, и в гистологическом заключении обнаруживается участок саркоматозного компонента до 10% опухолевой массы, но он присутствует. И, в принципе, это описано, такая мезонахимальная дифференцировка опухоли. Мы тогда обсуждали с московскими коллегами данную ситуацию, что нам делать, переходили на вторую линию терапии, но совместным обсуждением мы решили, что рекомендуется выполнить и удаление метастазов из легких, чтобы узнать гистологическую форму в этих остаточных массах. Там картина та же самая, также саркоматозный компонент. И в этой ситуации мы приняли решение уже о смене линии терапии, с включением токсанов, в принципе, это как раз таки, кажется, в основанной еще в большей степени, учитывая саркоматозный компонент, и проведение двух циклов, выраженный эффект, последующая операция – удаление уже метастазов из другого легкого и гистологически уже тотальный некроз опухолевой ткани. То есть, в принципе, такое верное введение данной ситуации. И буквально на слайд, 1-2, это поражение головного мозга. Это бывает нечасто, но особенно при семеномных опухолях крайне, почти никогда не бывает, при несеменомных редко. И чем больше опухолевая нагрузка, чем больше поражение печени, легких костей, чем выше уровень маркера, тем, конечно же, риск поражения головного мозга выше. И нужно помнить, что именно поражение головного мозга бывает у третьих больных примерно первой локализации рецидива после первой линии терапии. Поэтому обследование головного мозга не забывать и нужно выполнять. И, конечно же, прогноз неблагоприятный. И введение этих пациентов, оно также разнится в различных центрах и в специализированных центрах, зависит от того, что любят в том или другом центре – лучевую терапию или хирургическое лечение. Но, в принципе, по рекомендациям, все-таки, если нет такой выраженного неврологического симптоматики, нет необходимости разгрузить головной мозг, нет дислокации структуры головного мозга, то можно начинать с химиотерапии и при необходимости, если есть основания, то подключать уже другие методы локального воздействия. Ну и слайды, которые Асла Анатольевна уже рассказала, слайды взяты из ее презентации, о том, что высокая степень излечения пациентов действительно выбивает их из общей группы больных с солидными опухолями. Это такой позитив, который можно добиться, если делать все правильно. Поэтому строгое соблюдение всех стандартов, оно практически обеспечивает достижение эффекта. Поэтому не менее счастливый человек и то высказывание, которое, на самом деле, мне кажется, максимально полно отражает наше отношение к лечению данных когорта пациентов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok